Итак, мы остановились на мысли, что Библия – лишь средство. Тора, Библия – это средство, а не цель. А цель наша какая? Познание автора. Познание автора этой книги. И мы говорили, что богопознание, оно отличается от познания логического. Потому что это намного выше познания. Несколько слов, скажем, об устной Торе. У нас, как говорят, устная Тора – это Талмуд. То есть устная Тора в определенное время была записана. И это собрание книг получило название Талмуд. Талмид – ученик, а Талмуд – это что? Обучение. Обучение. Вначале это была устная Тора. Но после того, как стало мало уже еврейских равенов, которые могли разбираться в этой Торе, пришлось ее записать. К сожалению, этот процесс зафиксировал ее и привел к таким очень многим нежелательным результатам. Потому что обычно Тора устная менялась. И каждое поколение находило в ней что-то новое, что-то старое и ненужное забывалось. И постепенно она изменялась. Но так как она была зафиксирована и в 2000 лет практически не менялась, она превратилась в нечто такое стабильное, тяжелое, неудобоваривая, как мы уже говорили, да, бревена, которые накладывают, связывающие бревена, неудобоносимые, связывающие, видите, говорили, что это то же самое Кашар, да, то есть создавались какие-то законы. Но сами по этим законам фаризеи не жили. Потому что практически по тем законам, которые находятся в Талмуде, жить невозможно. Вы понимаете? Ну, в принципе, жить можно, но разве это жизнь, как говорят евреи? Правда? Те, кто сами эти законы выдумал, они их не делали. И что он сказал? Говорит, как они учат, да, делайте. Но это не значит, что мы должны все это принимать слепо. И то, что было пригодно 2000 лет назад, оно не является сейчас пригодным. Меняются обстоятельства. Но как общее руководство, как размышления еврейские мы можем брать для себя. И, когда говорится об устной торе или о Талмуде, можно делить на такие смысловые две большие части. Это Галаха и Агада. Что означает Галаха? Галаха – это путь. Галаха – это путь. Буквальный перевод слова Галаха – это путь. То есть это те правила жизни, те законы жизни, которые мы следуем. Естественно, каждая группа евреев, каждая группа верующих может иметь свою Галаху. Это постановление ввел какой равен? Рав Гершо в 10 веке нашей эры. Когда евреи, жившие в Европе, оказались уже в изоляции от евреев, живших в Вавилонии. Помните? Что в это время началось? Крестовые походы, да? Ислам начал активизироваться. С другой стороны, христианство давило на евреев. И евреи уже не могли иметь связи с еврейскими мудрецами, жившие в Вавилонии. И тогда Рав Гершом сказал, что каждая группа верующих имеет право устанавливать свою Галаху. Скажите, Галаха – она существует только у евреев? Любая стабильная группа верующих рано или поздно создает свою Галаху. У пятидесятников есть Галаха? Есть. Видите, помните, мы говорили, Ледяев, когда подвел итоги в Киеве на конференции харизматического движения, сказал, что харизматическое движение испытывает большие трудности и затормозилось, потому что оно отвергло слишком революционно все, как говорится, и не создало своих правил жизни, своей Галахи, да? И нам, мессианские верующие, нужно своя Галаха? Да. Я считаю, что если мы хотим твердо встать на ноги, нам обязательно нужна своя Галаха. И, возможно, будут здесь у нас люди, которые будут эту Галаху вырабатывать, и это, естественно, процесс жизни, то, что хорошее берется, и то, что плохое оставляется, и то, что жизнеспособность, помните, как говорил об этом Рав Гамлиэль, да? Если это от Бога, то оно сохранится. Но нам мессианская и еврейская Галаха очень нужна сейчас. Поэтому та Галаха, которая говорится в Талмуде, она может быть для нас пригодна как основа, да? Но мы не должны строго ее соблюдать. Потому что то, что тогда делалось, и то, что тогда говорилось, и записано было 2000 лет назад, не всегда действенно. Сейчас мы начнем научиться применять Галаху в условиях Нового Завета. И Агада. Агада, то есть это сказания различных историй о библейских персонажах, еврейских мудрецах, а также очень такая интересная книга, которая называется «Пергей Авод. Поучение отцов». Оказывается, есть книга «Поучение отцов в церкви православных». Тоже так называется «Поучение отцов». Я удивился. Да. И Талмуд по историческому своему содержанию можно разделить на Мишна и Гемару. То есть вначале были комментарии, которые как назывались? Мишна, то есть повторения. Мы говорили Мишна-Тора, да? А затем, значит, через 200 лет, с начала до 200-го года, это было Мишна, а потом было Гемара до 500-го года. С 200-го до 300-го. С 500-го в течение 300 лет. То есть Гемара – это уже означает совершенное, законченное. Хотя еврейское мышление на законченном никогда не может быть. Всегда что-то добавляется новое. Ну, те, кто ее составляли, решили, что это уже совершенно. Но потом стали еще другие добавления и так далее. И очень важная такая часть устной Торы, как называется, Мидраши. Что такое Драш? Драш – это проповедь или исследование, если буквально, да? Драш – исследование. А тот же корень Дерех имеет, как идти. Помните, медресе у мусульман? То есть первоначально это были сборники проповедей еврейских равен. Ну, вот, например, вы сидите, да, и записываете проповеди, там, субботние мои проповеди, вы начали на Романовича проповеди и так далее. Потом вы самые лучшие проповеди собрали, да? И что это будет у вас? Мидраж, да? Мидраж – это фактически толкование Библии, но какое толкование? Довольно свободное, да? Довольно свободное толкование. То есть человек добавляет что-либо. Это не просто перевод и не строгое толкование, которое, как исследование Библии, а применение к определенной ситуации. А в другой ситуации это может быть неправильно. Может быть. То, что может быть правильно в одной ситуации, может быть неправильно в другой ситуации. Поэтому к медрешам не надо подходить как к закону, как к галахе. Но использовать их можно. То же самое есть медреши галахические и агадические. Галахические медреши – это как поучение, объясняют законы. А агадические медреши – это просто, ну, для нас, руководство. Как не засловить, как жить, да? По этим законам. И если говорить о Торе, о Танахе, то Танах, содержание Танаха, это точно соответствует Ветхому Завету или нет? По смыслу, да, да? Но если мы говорим о делении книг Танаха, то там 23 книги, как 23 буквы в еврейском алфавете. То есть некоторые книги объединены. Пять книг Торы, так? Потом книги Егоша, Шафтим, Шмуэль, первая и вторая книги – это одна. Малахим, третья и четвертая книги царства, они первая и вторая – Малахим. Пророки есть большие – Ермьягу, Ехесхель, Ешаягу. И есть, называется, значит, Торей Асар – «12 малых пророков». То есть малые пророки – это кто? В отдельную книгу, да? Та же книги Руд, Тягелим, книга Йова, Мишлей, Притчи и так далее. И Талмудом, это вы можете записать, трактат Бава-Батра, был установлен следующий порядок расположения книг пророков. Какие же это пророки? Пророки – Егоша, Шафтим, что такое Шафтим? Судьи, правильно. Шемуэль, это Самуила, первая и вторая, Малахим, так, Егоша, Шафтим, Шемуэль, Малахим, Ермиягу, кто такое Ермияга? Еремия, Ехесхель, Ешаягу и «12 малых пророков». Они все относятся к пророкам. Хотя мы книги царств, например, относят к историческим книгам, да? Но еврейская традиция их относится к пророкам. Да. И Писание. Писание. Значит, Талмудом трактат Баба-Батра установлено, да? Пророки, и Писание. Руд, Тегелим, Тегелим – это что? Псалмы. Так. Йов, Мишлей, Мишлей, притчи, Кагелет, Экклезиаст, правильно? Шир, Гаширим. Песень, песень, да? Эйха. Плач Иеремии. Эйха. О, как, да? Первым словом книги. О, как печален город на вершине горы. Даниэль, Эстер, Эзра, Нихемья и Диврей Гаямим. Диврей Гаямим. Итак, Руд, Тегелим, Йов, Мишлей, Кагелет, Шир, Гаширим, Эйха, Даниэль, Эстер, Эзра, Нихемья и Диврей Гаямим. Что означает Диврей Гаямим? Да. Нам мало понятно это слово паралипоменон. Лучше говорить хроники, да? Хроники или летописи. Буквально, получается, слова дней в переводе с иврита. Вот видите, кажется, одно и то же содержание в паралипоменон мы можем даже найти такие отрывки, которые слово в слово попадают, да? С книгами царств. Но книга царств относится к пророкам, а книга хроник относится уже к Писанию. А почему же Даниил попал в Писание? Хотя ясно, что он пророк. Мы видим вот интересную такую картину. Если мы говорим, что все Писание боговдохновенно, да, христианская традиция говорит, что оно одинаково боговдохновенно, а еврейская традиция, что есть более боговдохновенные и менее боговдохновенные, да? Поэтому получалось так, что самое боговдохновенное и самое строгое это что? Пятикнижие, это Ра. Пророки, они менее боговдохновенные, а Писание еще что? Менее боговдохновенное, Если истории там немножко химичились англосовками, то позднейше, после 700-го года в пророках и писаниях даже были некоторые устранены слова, например, которые не нравились и считались. Они, да, вот вы тоже находили это, да? Когда смотрели, что они считались, ну, какими-то, как бы, ругательными или неприличными, вы знаете, что в Торе есть много неприличных слов? Ну, вообще, иврит – это оригинальный язык в этом отношении, да? Вот, и в Торе есть много неприличных слов. То вот в писаниях эти вещи постепенно меняются. И потом получается так, что если мы возьмем книгу пророка Даниила, там точно и четко, да, ну, говорят, с нескольких лет, там, может, ошибка, сказано, когда придет Машея. Если это пророки, то пророки, они более строго бога вдохновенные. А если это писание, ну, написал. Че написал-то написал? Вот написал, вы прочитайте, да? Ну, и есть еще менее бога вдохновенные – это различные, тоже еврейские книги. Вот, хохмы разные, например, Хакмат Шлома. Да, Мудрость Соломона, да. И еще такая хохма. Хохмат Егоша бен Сира. Слышали хохмы? Премудрости Егоша бен Сира и так далее. То есть, да, эти книги, они попали к апокрифам. Они интересны, можно их читать так же, как и маковейские книги. В некоторых библиях есть эти апокрифы, но они не являются настолько боговодохновенными. Вот в маковейских книгах, например, мы можем найти, почему молились за мертвых, да? Помните? Да, почему молились за мертвых, помните? Да, была война, когда воевали против греко-сирийцев, язычников, и убирали трупы, оказались многие евреи убиты, и у них были чисто языческие медальоны. То есть, эти евреи оказались язычниками. Что с ними делать? С одной стороны, они умерли за святое дело, значит, они должны пойти, что? В рай. Но с другой стороны, они были язычниками. Куда их надо отправить? Вот. И вот сидели еврейские мудрецы долго думали, думали и додумались. А давайте-ка мы за них, за этих мертвецов принесем жертву. И принесли. Но это было по-божьему? Нет, разумеется. Но потом некоторые начали креститься за мертвых по той же самой системе. Нельзя за мертвого человека принести жертву. Сам человек должен прийти и принести жертву. Даже я за другого не могу принести. Правда? Это абсолютно абсурд. И ряд книг, пророков и писаний, объединили в отдельные сборники. И называются, объединены в одну группу, которая называется Мегилот. Мегилот – это единственное число Мегила, означает свиток. Да. Значит, какие это? Книги 12 малых пророков, книги Руд, Кагелет, Шир-Гаширим, Эйха и Эстер. Они относятся к так называемым свиткам. Свитки или Мегилот. Они читаются по определенным дням. Есть определенные праздники, когда читается Руд. Есть определенные праздники, когда читается Книга Йоба, например, и так далее. Да? Хорошо. Теперь давайте будем думать, как жены должны трактовать Библию. Значит, есть принципы такие толкования и трактования Библии. Первый принцип. Это должно быть, естественно, у нас записано, что вся Библия – это что? Единое целое. Если где-то находят какие-то противоречия, то это противоречие не настоящее. Это противоречие из-за того, что мы недостаточно понимаем определенные вещи Библии. Есть какая-то противоречие между какими-то книгами Библии? Некоторые вещи нам кажутся противоречивыми, но в действительности это не так. Если мы правильно рассуждаем, размышляем, то мы видим, что все – это единство. Все в единстве. Вся Библия, значит, мы говорим и Танах, и Новый Завет – это единое целое. Второе. Когда мы изучаем Танах, нам важно связать это с тем, что говорит Новый Завет. И наоборот, изучая Новый Завет, мы должны внимательно изучить все ссылки на Танах. Ну, если применительно к Ишуа, то в Танахе мы должны искать там, где он указывает на Ишуа, а Новый Завет – там, где указывается связь с теми местами Танаха. Хорошо. Третий принцип. Мы не можем… Так, это моя борода. Крещит. Мы не можем опираться на отдельные стихи или отрывки без внимательного изучения. Мы не можем опираться на отдельные стихи или отрывки без внимательного изучения. Какое? У нас грамматический, лингвистический, структурный анализ. То есть, изменился язык за то время, правда? Изучить подлинник надо и сравнение разных переводов. Если у нас нет подлинника, то, по крайней мере, должны иметь три или четыре разных перевода. Второе. Что мы должны изучать контекст. Ни в коем случае не вырвано. А то, что говорится до того, и что говорится что? После того. То есть, в контексте. В контексте. И с точки зрения исторического анализа. Потому что зачастую мы делаем выводы неправильные из-за того, что мы не знаем истории. Мы не знаем тех условий, в которые находились эти люди. И часто у нас конкретные указания для конкретной группы людей распространяются как бы на ситуации времена. Ну, это вот известный всем пример с платочками, правда? В чем суть этого? В том, чтобы носить платки? Помните, мы говорили, еврейская традиция. И мы видим, что во времена Павла это тоже было. И до 18 века, до Екатерины Второй, которая боролась против этого обычая. Если еврейская женщина выходила замуж, она брила голову и одевала парик. В крайнем случае, она стригла. Поэтому даже есть такой танец, который называется шар, ножницы. Ножницы, свадебный танец. И одевала парик. Екатерина Вторая боролась против этого. Ну, сейчас остальные женщины все равно одевают парик, но волосы не бреют. Хотя сейчас это уже шик. То есть, какой смысл мы это имеем в виду? Что замужняя женщина должна отличаться от незамужней. Правда? Если в те времена это связано было с определенным головным убором, то позднее это что у нас? Кольцо, например. Замужняя женщина должна носить кольцо. Незамужняя женщина может не носить кольцо. Вот и все, о чем это говорит. Это не есть указание на все времена. Правда? То есть, определенные культурные традиции. Или, говорит Ишуа, что он вымыл ноги своим ученикам. Но это обычай мыть ноги. И это считалось, да, как бы унизительным служением. То есть, Ишуа унизился. Я не против понимать омовения ног и десятников. Но когда мне такое заявляют, что вот если ты не будешь мыть ноги, ты не имеешь ничего общего с Иисусом. Извините, разве когда-нибудь Иисус ставил вопрос спасения с выполнения какой-либо традиции? Правда? Извините, это ересь. Чистейшая воды ересь. Да? Вот. Или там, если говорят, не будешь говорить языками, значит, ты не спасен. А один мне так-то сказал, очень интересно. Вот вы знаете, если бы Сталин был пятидесятником, вот бы у нас жизнь была бы. Говорю, и все, которые не говорят языками, сидели бы в Сибири. Понимаете, не об этом говорится. Ишуа унизился. Значит, мы должны унижены быть. Мы должны служить другим людям. Если мы не служим другим людям, то не имеем части. Конечно, когда мы смиряемся, выполняя определенные заповеди, это хорошо для нас. Но это не есть результат того, чтобы спасемся или не спасемся. То есть, надо понимать, когда говорится в культурном каком-то контексте. Ну, хорошо, что, а если бы до Чукотки Иисус служил ученикам своим, что бы он делал? Правда? Что-то, наверное, другое сделал бы. А не на Ближнем Востоке. Поэтому вот есть такие вещи, которые называются, есть экзогезис и изогезис. Экзогезис – это когда извлекается из текста то, что там находится. Некоторые вещи видны явно, некоторые вещи мы видим неявно. А изогезис – когда читаешь то, чего там нет. Ну, вот типичный пример, когда к Петру опускалось полотно, и там всякие некошерные животные были. Это же указание, чтобы Петр ел свинину. Нет, понимаете, этот пример вам уже приводили. Но я вам приведу некоторые другие примеры подобные. Второзаконие, 8 глава, 3 стих. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя маном». Или манной, да? Мне слово «манной» не нравится. «Ман» по-еврейски. А то получится, что Господь кормил наш народ в пустыне манкой, да? А также гречкой и перлогой. «И питал тебя маной, которую ты не знал, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким». Дальше посмотрите, у вас слово как стоит? В кавычках или нет? В некоторых Библии стоит в кавычках, значит, таких, не в кавычках, скобках, да, квадратных. Это означает, что слово добавленное. А в некоторых так и прямо пишется. Но всяким словом, исходящее из уст Божьих. Да? Так чем же кормил Бог? Маном, да? А есть там слово-слово? Так вот, слово, которое переведено как «исходящее из уст Божьих», это слово, оказывается, «моца». А, «моце лехем минха арес», да? Моца, она что? Моце, да? Значит, «исходящее», там уподелено слово «моца». Моцой кормил, да? Моцой кормил, оказывается. Исходящее. Значит, и это слово «моца» означает выход, выхождение. Так же, «восток солнца», «восход солнца», «восток», «источник воды» или «изречение вышедших из уст». Дальше, слова «уста есть», да? Моце, «уста есть», а оказывается, слово «есть» или нет? Слово-слово нету. Получается, что либо Моцой кормил, бог евреев, да? Либо всяким, что исходит из уст Божьих. А скажите, из уст Божьих исходит только слово или нет? Из уст Божьих еще, помните, дух исходит. И духом уст своих убил, да? Кого? Нечестивца. Да. Видите, оказывается, слово нету тут. А в греческом тексте уже появляется слово-слово, то есть «рэма». Рэма, да? То есть здесь уже цитируется, мы видим, в нашей Библии, в канонической цитируется не еврейский оригинал, а греческий перевод. А это есть пояснение переводчика, которое стало текстом Торы. Да? Видите, и сказал Господь Бог человека из праха земного, создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живое. Значит, дыхание жизни выходит из уст Божьих. Не только слово, правда? Если мы говорим, что только слово выходит, мы тем самым ограничим силу Божью. Но мы знаем, что не только словом, и не только хлебом, но и духом. Духом, да? Видите? Лехаем – жизнь. И лехаем. Хлеб – это то, чем мы живем. Тут игра слов. И опять-таки, ма – маца. И маца, который исходит, да? Или то, что исходит из уст Божьих. Хорошо. Еще один пример. Это уже Новый Завет. 1 Коринфянам 7, 35. Говорю, это для вашей пользы. Не с тем, чтобы ложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Не развлекайтесь, ребята. Не развлекайтесь. А вы, Господи, это слово совершенно другое имеет смысл. То есть, некоторые говорят, что нельзя радоваться, нельзя танцевать, нельзя плясать, нельзя развлекаться, нельзя вообще получать от служения радость. Некоторые пятидесятники идут до того, что если тебе хочется петь, то ты должен евангелизировать. Если тебе хочется евангелизировать, ты не должен евангелизировать, ты должен петь. Потому что ты не должен получать от служения удовольствие. Слышали такое? А, ну, вы еще не со всякими пятидесятниками встречались. А, ну, а я постоянно, потому как я и есть. Я и есть он. Пятидесятник. Я не потому кратикую пятидесятикам, что я их не люблю. Да? Вы понимаете, они мне ближе всего. Итак, видите, а в действительности слово, я, правда, по-гречески не мастак, может, и неправильно прочту, называется аппериспато. Апериспасто. Апериспасто означает без отвлечения, ничем не отвлекаясь. Так не развлекаясь или не отвлекаясь? Есть разница? Есть разница. Да, и потом вот это, просто Перл. Долго ли тебе скитаться, отпаршая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Иеремия 31, 22. Я вам уже говорил, что то есть нет ни жены, ни мужа не спасет. А первое коррекция, жена, не спасешь ли ты мужа? Помните? Так что, жена спасает мужа? А что она делает с ним? Забота. О, окружает заботой, окручивает, правильно. Потому что вы уже слышали этот момент. Значит, Павел 1 Коринфянский, 16, похоже, цитирует Иеремию. Но в оригинале здесь употреблены слова «накива», то есть именно не жена, а женщина, накива. То есть существует женского рода. Не жена, как в юридическом смысле. Дальше. И не муж, а мужчина, гевер, молодой, сильный мужчина. И она совершенно там не спасает, а тесавив. Тесавив означает поворачиваться, крутиться, вертеться, ходить кругами, окружать, обкладывать, обращаться, поворачиваться и так далее. Есть такой перевод Библии Всеверного библейского переводческого центра 1993 года, который более правильный. «Неверной дочерью была ты, но ты изменишься. Как долго еще скитаться будешь? Господь все новым сделает, женщина-мужчину пусть окружит». И в этом же переводе дается сноска. Игра слов, возможно, поговорка, знакомая современникам Иеремии. То есть как выражение «окрутила мужика». Но в данном случае, если по контексту говорить, что долго ли ты будешь скитаться, да, как незамужняя женщина, если ты окружишь своего мужа, да, заботы. Это совершенно другое. Женщина-мужчину пусть окружит. Ну и помните, да, римлянам 11.25 тоже есть некоторые, учат о полном числе язычников. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне и сей, чтобы вы не мечтали о себе». Смотрите там текст. «Ожесточение происшит в Израиле отчасти, в скобках, до времени, когда войдет полное, в скобках, число язычника». То есть нет ни слова «время», нет ни слова «число». А то есть такое, вот, получается так. Я такую проповедь слышал на полном серьезе. Что вот, понимаете, дверь язычникам скоро закроется. И откроется дверь еврейскому народу. Но пока не закрылось, значит, мы не должны евреям проповедовать, да? А то Бог считает, так-так-так, украинцы, украинцы, вот это-то-то-то-то-то-то. Еще одного не хватает, еще одного украинца. Все, дверь закрыли. А теперь будут спасаться евреи, да? Язычникам дверь, украинцам, евреям маленькую клиточку откроем, да? Это совершенно такого нету, потому что нету слова «число». А здесь говорится о полноте, правда? О полноте. Когда будет полнота язычника, тогда войдут еще евреи. И как мы помним у Захарии, да, спасение одного нееврея – это спасение скоки язычников? По крайней мере, десяти. А то и целого народа, да? А то и целого народа. Совершенно такое вот вещи. Я вам не буду сейчас много говорить. Видите, есть еще такие вещи, которые мы не понимаем, потому что прошли определенные какие-то периоды, да. Ну вот, например, если фраза «с четырьмя глазами». Оказывается, это значит, никто там с четырьмя глазами не сидит. Это соответствует говорить с глазу на глаз. То есть, никого там с четырьмя глазами нету. А мы вот, два глаза твоих, два глаза моих, да. Это получается с четырьмя глазами. Вот. Или, значит, перед лицом кого-то, да. Лифней. Лифней. По ним – это что? Лица, да. Перед лицом кого-то. Это, значит, находиться в чьем-то присутствии. Находиться в чьем-то присутствии. Помните, как Янах ходил? Перед Богом или с Богом он ходил? Богом ходил, Янах. Он двигался. Кем? Богом. Там нету предлога. Ни с, вот мы сегодня изучали предлоги, да. Ни с Богом, ни перед Богом. А Богом ходил. Богом он двигался. Мы им и существуем. То есть, если знать определенные вещи, или вот есть определенные кальки, такие вот странные, путь язычников, города Самарианские, штон в ветра, печь огня, птицы неба. Это не просто птицы, которые летающие или не летающие. Это просто слово птицы. Обозначает это просто художественное такое выражение. Видите, вы говорите, есть такая конструкция существительная плюс существительная, да. Не стол дерева. А стол какой? Деревянный. Не птицы неба, а птицы небесные. И так далее. То есть, есть некоторые вещи, неправильно переведены. Или некоторые вещи мы до сих пор не можем понять. Или вот Сыны Грома, да, мы говорили, что такое Сыны Грома, да, Бней Барак. Это есть определенная община, которая вблизи Иерусалима. Видимо, и тогда были такие крутые верующие, да. Вот сейчас есть в Иерусалиме Меш и Арим квартал. А за Иерусалимом, примерно, как Ильичевская, 10-12 километров, есть Бней Барак. И до сих пор существуют. Они в субботу огораживают, и никто туда не войдет, и не выйдет в субботу. И никто не знает, что они там творят, да. Хорошо. Да. И вот видите, значит, свидалище Моисеева, да. Что такое свидалище Моисеева? А там место, да, где преподают Тору. Преподают Тору как по еврейской традиции? Сидя, да? Да. Отсюда и слово Иешива, сидение. И так далее. Вот еще такой интересный перевод. Видите? Интересно так вот, говорит, давайте так найдем. Ага. Значит. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы». Первое коринфянам. И есть перевод в Библии, есть перевод в Библии, это Исайя, да. Исайя, давайте, Исайя найдем, пророка Исайя. Да. Значит, вот, значит, Исайя, по-моему, 28 глава, 9 стих. Господь хочет научить людей, пытается заставить их понимать, да. И Он говорит, Господь говорит, как с младенцами. Нашли это место? Да. Да, ну-ка, кто прочтет? Говорят, кого хочет Он учить введение, и у кого вы думаете пробовать. Так. От древнего молока, от древних, от древних, от древних, от древних, от древних. Да. То есть, дальше, говорит, как с младенцами, да. Говорит, как с младенцами. То есть, там, получается, как будто бы, такое грозно Бог говорит, что вот такие младенцы, такие нехорошие. А если перевести, значит, как там, получается, сау-ла-сау, сау-ла-сау, кау-ла-кау, кау-ла-кау, зе-эр-шам, зе-эр-шам. То есть, это бессмысленный. Но, в действительности, это колосок к колоску. Помните? Слово, семечко там, семечко тут. Да? Это детская считалка. То есть, Бог говорит с ними, и для них Слово Божие как бы детский лепит. И дальше, говорит, люди сделали, что им хотели, упали, разбились, и их поймали, и взяли в плен. Никто не избежит суда Господнего. То есть, здесь нет такого противопоставления, что Бог угрожает, что раз вы как малые дети, то я буду говорить с вами как малыми детьми. Но просто они лепечат, поэтому Бог будет с ними также и говорить на том языке, на котором они привыкли. То же самое идея, да, в Новом Завете, что вам нужна не твердая пища, а что? Словесное молоко. И вот если взять оригинал, то в голосе Бога горечь, любовь, боль, что придется этих людей осуждать, а вовсе не ненависть. Или вот, поставлю суд Мирилом, Исаия 28, глава 18, стих под 20. И правду вы сами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. О, страшно, грозно звучит, да? Хорошо, давайте посмотрим другой перевод, 17 стиха. Люди пользуются Мирилом и отвесом, чтобы достовериться, что стена прямая. Так и я воспользуюсь добротой и справедливостью, чтобы показать, что правильно. И будет бороться Господь, как на горе Перациме, и будет раздневан, как в долине Гаваона, и сделает свое необычайное дело Господь. Так что это угроза со стороны Господа? Да, предупреждение на какое? Как любящего отца. Злые пытаются спрятаться за обман и ложь, но они будут наказаны. Наказание придет, словно шторм, гроза и наводнение, и ваши укрытия будут разрушены. Так, 18 стих. Ваш союз со смертью будет уничтожен, договор с преисподней вам не поможет. Придет наказующий и превратит вас в грязь, по которой он ходит. Он придет и схватит вас, и наказание ваше будет ужасным. Оно придет ранним утром и продлится до поздней ночи. И тогда вы поймете притчу. Человек спал на постели, которая была слишком коротка для него, и укрылся одеялом слишком узким, чтобы завернуться в него. Столь же бесполезны ваши договоры и союзы. И это угроза со стороны Бога. Опять предупреждение любящего Отца. Хорошо. Вот эти же стихи из 28 главы Исаия. В еврейском традиционном переводе. 9 стих. Кого учит он в ведении и кого вразумляет вестью пророческой? Младенцев, отлученных от молока и отнятых от груди. 10 стих. Ведь повеление – это повеление, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой. Немного тут, немного там. Ибо славе непонятным, языком чуждым, говорит он народу, которому было сказано, вот покой, дайте отдых усталому. И вот отдохновение. Но они не хотели слушать. И стало для них слово Господне – повеление за повелением, повеление за повелением. Помните? Солла сау, кавла кав, зеер шам, зеер шам. Черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли и упали, и разбились, и попали в сеть, и были пойманы. Или 16 стих. Почему? Посему я сказал Господь Бог. Вот в основание положил я на ционе камень. Камень надежный, краеугольный, драгоценный, основание крепкое, верующий не поспешит. 17 стих. Сделаю я суд мирилом и справедливость весами. И смесет грак по кругу лжи и смоет укрытие. 18 стих. И будет расторгнут союз ваш со смертью, и договор ваш с преисподней. Когда бич стремительно пронесется, будете им попраны. Каждый раз, как только он настигнет вас, ибо каждое утро будет проходить он днем и ночью. И только испытаете, когда поймете весть. Ибо коротка будет постель, чтобы растянуться, покрывало, чтобы завернуться. Ибо как на горе пироцим восстанет Господь в долине Гаваонской, разнивается, чтобы сделать свое дело, необычайное дело свое, и исполнить работу свою, небывалую работу свою. Вот видите? Есть разница. Я дал вам три перевода одного и того же момента. Есть разница между ними? И причем существенная. В зависимости от того, если человек это переводит и хочет показать, я вам евреям дам, да? Или наоборот, это любящий Господь говорит своему народу. Есть и другие ошибки перевода. Например, смотрите, притча 26 глава, 4-5 стих. Очень интересно. Да, притча 26, 4-5. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделался подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Так отвечать глупому или не отвечать? Думаете сами, отвечать или не отвечать, да? Нельзя казнить помиловать. Слово «глупый» по-разному. Есть глупый человек, да? Который просто не понимает чего-то. А есть глупый человек, который активно противопоставляет себя, да? То есть, кощунник такой вот. И какому отвечать? Если глупый задает глупый вопрос, отвечай ему просто. Да? Вот. А если какой-то кощунник, то что нужно с ним делать? Вообще не отвечать. Да, вообще не отвечать. Ну, еще мы известны. Конец закона Христос к праведности, всякого верующего. Но в действительности телос означает что? Цель. Цель. Конец, окончание, завершение как цель. Цель закона Мессия. Праведности каждого верующего. Хорошо. Или еще, например, Левит, 1 глава, 4 стих. Мы уже в прошлом году, кто был, второй курс, разбирали это. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение или чищение грехов его. Да? Здесь говорится, о какой жертве? Аллах. А жертвы всесожжения. Но в действительности тут нет никакого греха. Дословно получается так. Значит. Так, значит. Весамах ядо, аль рож, гаала, венерца, ло, лехепер, алав. Вообще слова грех в иврите нет. Знаете, да? Есть конкретный вид греха. А вон хэт и пэше. Здесь не говорится ни об одном, ни о втором, ни о третьем. А здесь говорится лехепер, то есть от слова копора, искуплен. Искуплен. Да? То есть здесь не говорится о грехе. И приобретет во искупление свое. И также искупать имеет копора скрывать, прикрывать. Да? То есть грех не находится постоянно перед лицом Всевышнего, он как бы прикрыт. Но здесь не говорится о грехе, здесь говорится о сути. Да? Человека. Какой он будет? Он будет искуплен. Какая наша природа? Она нуждается в искуплении? Но здесь не говорится ни о каком грехе. Возложит, и грех священника будет искуплен. То есть здесь конкретно неправильный перевод. Почему? Потому что тот, кто переводил, он думал, что любая жертва, она искупает грех. Когда мы будем разбивать более подробно во икра, мы увидим, что есть разные жертвы, которые даже совершенно не связаны с грехом. Да? Хорошо. Делаем перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...